Бизнес-ланч Потому что в просторах интернета разное написание, есть, я так понимаю, фирменный стиль, хотелось бы понять, что это, о чем это, ну и, соответственно, о бизнесе, кто такой системный интегратор, ведь вы являетесь именно… Да, все верно. Ну, название мы выбирали вместе с Александром, так как это наша, как сказать, первая компания, которую мы официально зарегистрировали, мы решили назвать ее, по-английски слово neonate означает новорожденный. А, вот так? Да. Надо было посмотреть, это же все-таки на поверхности лежит. Ну, к тому же, мы на тот момент, когда открывали компанию, была на восьмом месяце беременности, и мы решили приурочить это еще к рождению нашего ребенка. Понятно. Ну, насколько я понимаю, название компании значит для вас многое, и приятные воспоминания. Что это значит для потребителя? Кто такой системный интегратор? Я правильно говорю? Да, все верно. Да. Наверное, тогда я расскажу. Давайте. Начнем с того, что системный интегратор – это та компания, которая позволяет конечному заказчику получить то решение, которое он хочет видеть у себя. И системный интегратор это делает следующим образом. Идет обсуждение с конечным заказчиком, что он хочет получить на выходе, какое решение. Мы, как системный интегратор, начинаем подбирать оборудование, программное обеспечение, те необходимые вещи, в совокупности, которые даст ответ на ту задачу и даст то решение, что заказчик хочет. На протяжении всего этапа мы общаемся с производителями программного обеспечения, оборудования, комплектующих и так далее. Совместно с ними собираемся, решаем задачу заказчика. Далее, мы для заказчика подготавливаем полностью, вот, пожалуйста, вот здесь решение в эту цену, например, есть дороже. Есть эконом, есть бизнес, есть all-inclusive. Конечно, как и в любой сфере, да, есть Mercedes, есть наша отечественная Lada Vesta. И то, и то ездит, но ездит по-разному. После этого, когда заказчик уже подписывает смету, мы начинаем работу. То есть, мы начинаем закупать оборудование, программное обеспечение, услуги закладывать и начинаем уже у заказчика все это разворачивать. После того, как развернули, начинаем обучать сотрудников. Это могут быть и админы, это могут быть и генеральные директора, директора. То есть, например, у нас был один из заказчиков, там, Росатом, да, там, система электронного документа оборота. Вроде бы такая непростая вещь, но собираются многие директора дочерних компаний. И все это обучается в определенном классе, приезжают сотрудники на место, и наши инженеры все это проводят обучение от начала до конца. Как пользоваться системой, где что нельзя делать, где что можно, как лучше подходить к решению той или иной проблеме. А почему вы выбрали именно это направление бизнеса? Что вас к этому сподвигло? Вы изучали нишу, в которой вам предстоит работать, или это было, скажем так, на волне тренда? Я думаю, на статье лучше. Александр как раз-таки работал системным администратором долгое время, прошел путь от НИЗа до руководителя в своей области. После чего мы приняли решение, что хотим все-таки работать на себя, потому что имелось представление о том, что это за бизнес, какие в нем есть риски, какие там плюсы, минусы. Все взвесили и совместно пришли к этому. Хорошо. А кто обращается к системному интегратору? Какие сегменты бизнеса к вам могут обратиться? Ну вот про Росатом, про электронный оборот документации я понял. А еще кто? Ну скажем так, из среднего класса, если брать. Давайте вот так. Мы базируемся в городе Мытищ, с нами работают многие муниципальные предприятия. Это и расчетный центр с нами работает, и управление жилищными хозяйствами работает, те, кто дома обслуживает, и налоговая с нами работает. То есть у всех разные задачи. И обычно к нам приходят в первую очередь админы, потому что обычно высшее руководство ставит задачу, админ начинает понимать, что в каких-то сверхах он не может ее понять и решить. Потому что обычно как админ? Админ работает и пытается обслуживать тот парк техники, программного обеспечения, оказывает те услуги, которые он может. Но когда что-то добавляет новое, какую-то новую вещь, интересную вещь, он пытается сначала ее решить сам. Но часто так получается, что область IT очень быстро развивается, и многие вещи самостоятельно уже решить сложно. Для этого приходим мы, у нас 14 инженеров, которые могут спокойно в каждой своей области решить эту проблему. Вот, кстати, о штате я хотел спросить следующим вопросом. Ну, раз сейчас 14 инженеров, с какого количества работников вы начинали? Да, началось у нас на самом деле с Анастасии все и меня. А, генеральный директор и директор по развитию, да? Да, все. Как обычно и бывает, конечно. Так как человек, который прошел в прошлом путь админства, многие вещи, вначале разбирался я и помогал заказчику. То есть вы пошли по поговорке, хочешь сделать хорошо, сделай сам. Да, когда я в прошлом работал, я был тоже ведь админом, и у меня те же самые были проблемы. И когда ты знаешь те же самые проблемы, которые возникают у текущих твоих теперь уже заказчиков, ты знаешь, как их решить и как помочь. И здесь ситуация пошла следующим образом. Сначала у нас было с Анастасией двое. Мы брали на себя все. Анастасия на себя брала и взаимодействие с государственными органами, и бухгалтерию, и чары, и так далее. Сейчас я на себя брал вообще все области. Да, например, некоторые области были для нас сложные, но потихонечку нашлись люди. И, например, то же самое видеонаблюдение, которое у вас здесь нас снимает, у нас появились все эти инженеры, которые могут полностью с нуля разработать полное все, вот как обезопасить все здание. Понятно. То есть у вас направления самые разнообразные работы. Да, у нас это большое количество направлений, около 30. Были какие-то заказы, которые сейчас можно гордиться ими, выполнениями этим заказами? Сейчас у нас есть заказ, мы причем его выполняем, это есть Пироговский хирургический центр. Многие, я думаю, его знают в Москве. Вот сейчас мы там модернизируем IT-инструктуру в плане сети. То есть у нас есть сетевые администраторы, которые раньше работали в Кроке. Это крупный системный интегратор номер один в России, к чему мы, кстати, и стремимся. И сейчас мы подготавливаем все необходимые вещи, чтобы безболезненно перешли на новое оборудование, на новую IT-инфраструктуру. А если вы столкнетесь с задачей, которые, скажем так, для вас покажутся сложной? Ну, опять же, ведь админ решает какие-то свои задачи, да? То, что выходит за границу, обращается к вам, к примеру. Но ведь наверняка есть момент, когда и вам, например, ваших мощностей не хватает. На самом деле мы с таким сталкиваемся постоянно. Наличие кадров в нашей именно IT-сфере, именно люди своего дела, становится все меньше. Это по разным причинам. Это, может быть, человек уходит в другую область, становится руководителем. И как-то уже теряет интерес к тому, что он делал раньше. Мы стараемся всегда найти людей, да, либо у кого-то. И у нас есть партнеры, которые нам тоже могут помочь. Почему-то многие думают, что бизнес в России – это большая, огромная конкуренция. Это на самом деле не совсем так. У нас есть партнеры, которые там в средней руке, да, в том числе и Крок, Крафт Вей. Многие большие компании, которые с нами сотрудничают. И когда мы им помогаем, когда они нам помогают. Потому что всех специалистов в одной компании сложно держать. Даже не в том держать, а найти их хотя бы. Проще найти подрядчика, но сделать большой заказ, да, и получается плюс вам и им. Да. К сожалению, рынок IT-устроен так, именно настоящий системы интеграторов, что мы между собой всегда взаимодействуем. Всех специалистов, к сожалению, вот именно гуру своего дела, их в России становится мало. Как я ранее говорил, да, либо они просто уходят в другую сферу, либо какая-то другая вещь, что их заставляет покинуть IT-бизнес. Понятно. Текучка большая по кадрам? Так как наша компания сейчас существует полтора года. Еще пока нет? Пока еще нет. У нас был один человек, менеджер, который ушел от нас. Но, к сожалению, вот все бывает в жизни. Ну, это понятно. О том, каковы риски работы системным интегратором, будем говорить мы чуть позже. И более подробно погрузимся в этот бизнес. Я напомню, что в программе «Бизнес-ланч» мы общаемся с генеральным директором и директором по развитию ООО «Неон Эйд». Это Анастасия и Александр Михалкины. Семейный бизнес – лучший пример взаимодействия. Кстати, о взаимодействии тоже поговорим. Насчет коммуникации вопрос следующий. Все-таки, с одной стороны, семейный бизнес подразумевает то, что вы делаете общее дело. С другой стороны, очень часто говорят именно представители семейного бизнеса о том, что зачастую сложно разграничить, где бизнес, где семья. Вот как у вас есть эта граница? Закрыл дверь домой, про работу забыли. Или пока еще нет? Мы стараемся придерживаться одного правила. Переходишь домой, надо отдыхать. Бывают случаи, когда это невозможно сделать в силу каких-то обстоятельств. Бывают какие-то проекты, например. Которые требуют ежеминутного, ежесекундного контроля, конечно. И ты просто не можешь взять и выключить на телефоне звук, и все, меня нет, я дома отдыхаю. Такое, к сожалению, тоже бывает. Но, тем не менее, мы все-таки вместе работаем, поэтому мы понимаем. Это часть нашей жизни, и мы к этому спокойно относимся. Ну, за время с этим свыклись. В компании «Еонет» нельзя сказать, что один директор говорит другому, а где директор? А директор в отпуске, да? А директор в соседней комнате в отпуске, да? Нет, такого не бывает. Вот даже вот яркий пример, пироговский хирургический центр. Так как в дневное время обычно происходят операции, понятное дело, в ночное время все это происходит, все эти работы. Мы не можем просто взять и так выдергнуть, да, и человек находится там на мониторинге. Поэтому мы выполняем те работы в то время, которое нам разрешает заказчик. Понятно. Но это тоже достаточно непросто, я так понимаю. Это непросто, но это очень интересный проект, к чему мы очень долго шли, и мы сейчас потихонечку-потихонечку развиваемся. Вы перед тем, как стартовать, наверняка просчитывали, как вы сказали, и риски. А в чем риски работы вот в сегменте сетевых интеграторов? Переглянулись директора сейчас. Просто не хочется так часто рассказывать, потому что обычно этим я занимаюсь. Хочется иногда, чтобы и Анастасия этим занималась. На самом деле, вот когда мы только начинали бизнес, у нас не было вообще представления об этой области от слова совсем. То есть для вас это была терра инкогнито, да? Да. Когда Анастасия была, вот как она рассказывала, на восьмом месяце беременности, я ушел вообще из одной крупной компании, производителя оборудования. У нас не было ни офиса, у нас не было ни клиентов, ни представления о том, как все это работает. Мы просто понимали, с чем сталкиваются, какие проблемы вообще бывают у заказчиков, с чем они сталкиваются, какой страх у них возникает и что им делать. И буквально за два месяца мы создали офис, создали уже небольшую базу клиентов. В начале мы в Матичах были не особо популярны. В последнее время у нас уже пошло сарафанное радио. А давайте-ка я сейчас Анастасию попытаю. Анастасия, раз на вас сначала было и HR, и бухгалтерия, я сейчас по аналитике немножко прошвырнусь. Какие нужны были стартовые инвестиции для того, чтобы открыть вот этот бизнес? И насколько за полтора года существования компании есть продвижение, причем продвижение именно в, скажем так, профиците? Ну вот первое время мы, конечно, много вкладывали собственных средств. Это было около полумиллиона. Мы вложили, чтобы наш бизнес именно стартовал, пошел, чтобы мы могли там окупать и офис, и оборудование на что-то закупить. Сейчас, да, можно сказать, что мы в плюсе. У нас в первый год, можно сказать, чистая прибыль была полтора миллиона. Сейчас она больше. Это приятно. Да, конечно. Ну и учитывать, что за это время у вас увеличился же ведь и штат работников. А это значит, что поступление идет в нужном направлении движения фирмы. Все правильно. Хорошо. Борьба за кадры. Потому что, как сказал директор по развитию Александр, как сказал начальник транспортного цеха, да, гуру все меньше и меньше. Люди, которые что-то представляют у себя на этом рынке, наверняка знают себе цену. Поэтому хороший работник – это хорошо оплачиваемый работник. Здесь вы, ну уж простите, с кем-то конкурируете. Приходится бороться за штат, чтобы удержать или чтобы, наоборот, привести человека в фирму? Конечно, приходится. И мы для своих людей делаем все возможное. У нас очень часто проводится обучение от производителей для наших сотрудников, которые могут повысить, естественно, свои знания, свою квалификацию. Мы всегда открыты к тому, чтобы наши сотрудники посещали конференции на интересующие их IT-темы. Тоже больше получали информацию по своей области, по сторонним областям. Это важно и для них, и для нас. Хорошо. На самом деле, вот по поводу того, где мы иногда находим сотрудников, это бывают разные случаи. Например, есть такая компания «Зайксел», ее многие знают как «Зюксель», в простонародье уже больше 20 лет на рынке. Мы общались с руководителем и говорю, у нас есть проблема, у нас не хватает одного человека. Но я знаю, что вот у твой человека нам очень сильно подходит. Ты уж меня извини, если в течение месяца мы не найдем сотрудника, я заберу тебя. Он, конечно, был очень недовольный, но после этого наши отношения, именно как с этой компанией, стали намного ближе. Сотрудник, конечно, остался в компании, мы нашли, конечно, человека. Но бывают вот такие вещи, мы вот честно поступаем, мы говорим, что вот мы с вами давно дружим, но, к сожалению, у нас кадровый голод. Деньги-деньги, да, табачок в рост. Да, был случай другой, у нас есть клиент, с которым мы уже достаточно давно работаем, плодотворно работаем, это один из провайдеров, телефонии, то есть обслуживает целый город. И так получилось, что его как бы сотрудник решил уйти, да. Мы об этом узнали и быстренько его к себе переманили, потому что мы знали, что такого человека по телефонии мы больше никогда не найдем. Многие считают, что телефонии в наше время уходят, на самом деле мобильная связь не позволяет сделать те вещи, которые необходимы для внутренней коммуникации в компании. Хорошо. Те объекты, которые уже сданы, те проекты, которые закончены, какие вы, как сетевые интеграторы, берете на себя обязательства по завершению проекта, я не знаю, что там, гарантийное обслуживание, техническая помощь? Вот это вот о чем мы говорили, да. Чем отличается системный интегратор от интернет-магазина? Это тем, что мы мало того, что подбираем оборудование, да, и решаем, да, как бы внедряем это все. Мы берем на себя обслуживание, это не как вот, знаете, вот магазин говорит, езжайте к производителю, он решит этот вопрос. Или там гарантийный сервисный центр, вам там помогут. У нас ничего такого нету, мы делаем другим образом. Мы приезжаем к заказчику, если это камера, допустим, телефон, еще что-то, монитор сломался, забираем, выдаем на время новой и сами отводим в ремонт и разбираемся с проблемой. То есть на протяжении всего этого времени мы сами выступаем как сервисный центр, то есть между сервисным центром и конечным заказчиком. Ну, то есть у человека голова не болит, что у него нет рабочего оборудования. Вы ему это оборудование поставили, а уже головную боль разбираетесь сами. Да, вот один из случаев недавних как раз было, у человека было оборудование, материнская плата перестала работать. Ему нужна была именно точно такая же, потому что по-другому оно просто бы не работало, вот там, оборудование. Все было просто, на следующий день мы ему привезли это оборудование, то есть он не остался там потерянный. То есть многие там говорят, отдайте на 14 дней, мы произведем экспертизу, у нас такого нету. Вот новое оборудование, давай старое, что мы с ним дальше будем делать, его уже не должно волновать. Понятно. Вы обмолвились про интернет-магазины, и я не могу не спросить, как для покупателя, клиента, понять, что он обращается к людям, которые действительно компетентны и предоставят ему полный пакет услуг. Что нужно, какие вопросы надо задавать системному интегратору? На самом деле, это сложно, на самом деле, вопрос. Когда я еще сам начинал с системным администратором, многие системные интеграторы заявляют, что у них есть эти специалисты. А дальше они начинают разбрасывать либо на производителя, либо еще куда-то, либо где-то там что-то найдут и выкидывают тебе обратно в сыром виде. Сейчас по факту единственное, кого мы можем назвать из интернет-магазинов, который еще является системным интегратором, и нам не жалко его прорекламировать, это компания XCOM. Это единственный магазин, в котором есть и системный интегратор, и продажи для обычных пользователей оборудования. Да, это вот те люди, которые молодцы, которые позволяют обычным потребителям получить то качество, которое необходимо. К сожалению, вот наша компания пока еще с тяжким усилием идет именно к обычному клиенту. То есть мы пока работаем только сердечными лицами. Ну, может быть, это и неплохой сегмент развития. Я как раз хотел спросить, а в чем видите для себя перспективы вашего бизнеса? Ну, вот сейчас у нас, на этот год, мы все-таки планируем выйти на внешнеэкономическую деятельность и делать экспорт с других стран, в том числе и с Китая, оборудование. То есть становиться как дистрибьютором. То есть на текущий момент у нас уже есть два контракта. Это с компанией Ruiz и компанией Univue, о том, что мы привозим оборудование из Китая и спокойно продаем таким же системным интеграторам и оказываем полную техническую поддержку. Даже конечному потребителю мы можем предоставить демо-оборудование, где человек может протестировать у себя, нравится ему оно это или нет. Сейчас как происходит? Китайский рынок потихонечку становится более сильным игроком. То есть, если раньше это было низкого качества, сейчас это становится качеством европейских брендов. И мы стараемся именно вот как системный интегратор и как дистрибьютор. Сначала мы тестируем самостоятельное оборудование, а потом уже что-то предлагаем. Это также произошло и с одним интересным направлением у нас, которое появилось в прошлом году. Это производство собственного кабеля. То есть, у нас сейчас на текущий момент три направления. Это как системный интегратор основное направление. Это как дистрибьютор. Это привезти оборудование из Китая, растаможить, получить все необходимые сертификации, рассказать об этом оборудовании, показать его. И уже другие системные интеграторы могут им пользоваться. Заказчика ставить, самостоятельно у себя разворачивать и так далее. И третий? Третий, как Анастасия правильно заметила, это собственный кабель. Сейчас у нас несколько крупных провайдеров уже им заинтересовались. Чем отличается наш кабель от того, который есть китайский? Компания Zexel, о котором я раньше упоминал, провела тестирование кабеля нашего, еще одного конкурента из России и китайского кабеля. Наш кабель, по данным именно Zexel, оказался на первом месте среди той категории, в которой тестировался кабель. И мы очень этим горды, и многие провайдеры после этого стали к нам больше обращаться именно за нашим кабелем. То есть у вас помимо тех двух направлений еще есть, можно назвать, научные, да, получается, собственные разработки? Да, мы стараемся сделать именно нашу продукцию отечественную, высокого качества. При этом мы недавно начали обсуждать с торговой промышленной палатой России по поводу того, чтобы наш кабель экспортировался в Европу. Сейчас у нас скоро состоится встреча с Италией, где уже будут вестись переговоры об том, чтобы мы экспортировали кабель именно в Италию. Послушайте, это вот все за полтора года, вы мне хотите сказать? Да. Но это мощно. У нас нет менеджеров. У нас был один менеджер, который с нами расслался в прошлом году. У нас именно большинство инженеров, и все стараются сделать качественный продукт. Очень часто так получается, что ты не можешь создать качественный продукт, вот конечное решение качественное, когда у тебя один из компонентов низкого качества. Когда мы начинали именно по видеонаблюдению, по сетям, основной из этих вещей — это кабель. Как бы многие этого не понимали, но вот кабель, который не соответствовал тому качеству, который необходим. И сейчас даже многие госзаказчики уже начали смотреть на наш кабель и его заказывать. То есть они хотят именно брать наш кабель, который делается в Воронеже. То есть это не какой-то шильдик, кто-то там наклеил, знаете, как были новости с булатом и так далее. Это реально делается 100% из российских материалов. Это 100% российская медь. Это 100% российский химический состав для оплетки, потому что он разный бывает, где требуется горючесть, где не требуется и так далее. Хорошо. Раз мы заговорили о производстве российском, санкционный момент. Коснулись вас каким-то образом, Анастасия? Приходилось как-то двигаться в другом направлении, нежели расчетное из-за этого? Да не могу такого сказать. Здесь, мы же в данном случае, если мы говорим про конечное решение, то нас обычно это не касается. Обычно касается это конечного заказчика. Это государственные учреждения, которые, если мы говорим про оборонные заказы, то, понятное дело, их это очень сильно касается. Если мы поговорим про частные компании, они этого никогда не замечают. Хорошо. Полтора года достаточно приличный рост. Если вдруг вам предложат заказ, который отличается, например, от того, что было у вас. Какая-то новая область. Ну, например, там, я не знаю. Ну, кстати, будет музыкальное оборудование. Радио, там, например. Да, радио оборудование. Компоновка радиохолдинга. Возьмете за это? Мы сначала оценим все-таки риски. Насколько мы далеки от этой темы. Так. Если у нас будет человек хотя бы из наших партнеров, кто сможет это помочь сделать, то, понятное дело, мы придем прямо с партнером и скажем, что эту большую часть возьмем. Ну, как бы мы будем конечные, как ответственные, да, то есть вы с нас будете все спрашивать. Но у нас будет партнер, который будет решать именно определенные задачи, которые мы сами не можем решить. Например, как правильно сделать звукоизоляцию в студии. В студии, да. Потому что это тоже такая непростая задача, правильно, надо поставить остекление, да, чтобы маленькое окошечко, через которое можно было видеть, потому что у некоторых есть клаустрофобия. Ну, в общем, понятно. В любом случае, вы изучаете вопрос, потом уже даете ответ. Да. Тогда вот в продолжении как раз подхвачусь. А были проекты или заказчики, которым вы отказали в силу того, что изучив вопрос, поняли, что не потянете? И никак не потянете. Ни с помощью, ни без. У нас таких как бы не было еще вещей, от которых мы отказываемся. Но мы отказываемся от заказчиков. Ну, а это как? Мы пошли более простым путем, не как многие, да, на как можно больше набрать заказчиков, да, и гордиться тем, что они у нас есть. Мы пошли простым путем. Если заказчик с нами, ну, адекватно, скажем так, работает, понимает нас, мы постараемся его понимать, то мы с ним работаем. Если, там, надо только чем, что-то помочь, там, расскажите, как это сделать, а потом все это уходит в другое место, мы один раз стерпим, два раза стерпим, но в третий раз уже, извини, как волк-волк, да, там, уже не пойдем уже помогать. Понятно. Есть безумные вещи, которые там заказчик хочет, которые, ну, вот чисто из такого, как телепорт, да, сделать, телепортацию. Понятное дело, что ему объясняют, что это невозможно, то есть вот в нынешнее время это невозможно сделать. Нет, ну, вот он хочет, хочу, 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 но вот мы, к сожалению, не можем ему ничего предложить, и если он нас не слышит, не слышит других, там, людей, то, к сожалению, мы не можем работать с этим заказчиком. Да, если он не понимает, он не хочет понимать, не хочет идти навстречу. Суть потому, что вы упомянули всего пару фирм, которые дослуживают внимания, насколько этот сегмент бизнеса является динамично развивающимся в России, или, может быть, это очень тяжело, поэтому не так много игроков на рынке? На самом деле, вот у нас много компаний, да, вот мы в основном работаем с государственными, я называл и налоговую, и мои документы мы работали, и Росатом, Росатом это вообще огромный холдинг, 700 компаний куда входят, это там и Пирогова, да, это Росздравнадзор, то есть мы с этими компаниями работаем, работаем до сих пор и пытаемся их понять. Сложности на самом деле у нас нету, и все очень на самом деле просто. Инженеры уходят, да, таких как мы компаний становится меньше, становится просто бокс мувера, то есть по-русски это просто купи-продай, то есть я купил коробочку в одном месте, вот добавил своей парочку процентов, вот держи, все, я больше не хочу ничего разбираться, понимать и так далее. Поэтому нам как системно-интегратору становится жить намного легче, и мы думаем, что наверное лет через 5-7 потихонечку системная интеграция снова развернется в прежнее русло, и компания потихонечку будет набирать обратно к себе инженеров. Но пока на текущий момент, вот с кем мы не общались, даже крупный системный интегратор, который к нам обращается, все равно идет отток кадров. Это может быть по-разному, да, мне, вот я работал как человек в крупных компаниях, обычно люди почему ходят из крупных компаний, там, можно их назвать даже корпорации. Ну, скучно людям. Бюрократии скучно, да, то есть, когда я работал, например, в Северстале, 99% времени уходило на бюрократию, чем на ту самую работу, как админа я должен был выполнять. Поэтому люди, которые приходят в IT, там, будь то программисты, будь то системный администратор, будь там менеджеры проектов, неважно, все они сталкиваются с тем, что они думают, что они будут решать те задачи, которые они себе придумали, а по факту они часто окунаются в бумажную работу, которую кому-то все равно нужно делать. По факту, окунаясь в бумажную работу, не забудьте, что есть люди, которые могут реализовать ваше желание, причем с нуля до финального его воплощения. Это люди, которые были в гостях в программе «Бизнес-ланч», генеральный директор ООО «Неонейт» и директор по развитию ООО «Неонейт» Анастасия Александр Михалкина. Спасибо вам за то, что нашли время с нами пообщаться, раскрыли для меня интересный сегмент бизнеса, ну и, естественно, желаю вам успехов. Спасибо большое за приглашение. Спасибо.